Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Егор. Егор, а какие у тебя цели в жизни? Ну, я разграничиваю цели и мечты, но цель моя это издать книгу свою, написать уже наконец-то, потому что очень долго пишу, никак не получается. Вот цель это издаться, стать каким-то автором, уважаемым. А мечта это скорее дом, семья и такое какое-то моральное уединение со своей семьей вместе. Никита, какие у тебя цели в жизни? Цель в жизни сделать свою семью счастливой, просто быть довольно обеспеченным и жить в кайф. Как вас зовут? Не скажу. Какие у вас цели в жизни? Не скажу. Почему? А да зачем? Привет, как тебя зовут? Женя. Какие твои жизненные цели? Да, учиться в универе, я думаю, только работа нормальная устроится, переехать из России. Куда переехать? Не знаю, в Карелию, в Японию хочу. А Дима, какие у тебя цели в жизни? Стать следователем, бороться с преступностью. С детства решил, что я буду следователем. Не люблю преступность, вы знаете. Честно говоря, для меня главная цель это госслужба, семья уже второстепенная. Ну вот так вот я решил, что главное это помогать обществу. А углаши, кем ты видишь себя через пять лет? Через пять лет? Ну, я надеюсь стать киберспортсменом, а если не пойдет, то хотя бы аналитиком или комментатором. А киберспортсменом где? Дота 2. И как-то я подумал, что, ну вот я отучился в школе, и все это время единственное, что у меня получалось, это играть в доту хорошо, вот. А Вика, какие у тебя цели в жизни? Стать успешной и богатой. Ну, каких-то определенных нет, а просто пока что было по течению. Максим, какие у тебя цели в жизни? Хорошо жить. Везде, куда хочу устроиться, и в старости, ищемся не отказывать. И вообще, где вы себя видите? В суде. Кем вы себя видите через пять лет? Учеником вуза. А через 20? Судьей. Как тебя зовут? Соня. Ну, в основном построить хорошую карьеру. Я увлекаюсь лимуистикой, поэтому, наверное, в языковой какой-то сфере. Ну, а семья не важна? Ну, пока еще не думаю об этом. Вероника. Прикол в том, что мы не знаем, что будет завтра, поэтому планировать то, что будет в будущем, невозможно. Ну, если помечтать просто, что бы хотелось. Понятное дело, что прекрасно свободная Россия будущего. Адекватное отношение к психотерапии, нетерпимость к любому виду насилия, полное вообще изменение образования и всех, собственно, систем фундаментальных, на которых сейчас держится вот все, что вот есть у нас сейчас. Привет. Привет. Как тебя зовут? Даша. Даша, какие у тебя цели в жизни? Глобально, наверное, помогать другим людям и приносить пользу. Более частно, я ученый, занимаюсь биофизикой. Вот. И, наверное, хочу разрешить структуру какого-нибудь суперважного рецептора, который будет, не знаю, там, мишенью для многих-многих лекарств. Как тебя зовут? Данил. Прожить желательно счастливую жизнь и умереть без сожалений. Думаю, шикарно. Я хочу большую семью, много детей, а работать хочу. Хочу свой отель. Буду там директором заниматься всем, бухгалтерией, поставками. Ну, отель не как, типа, мотель, а вот как в Америке есть апартаменты, в которых люди заселяются, там почти всю жизнь живут и все. Даша, какие у тебя цели в жизни? В идеале просто успеть все и карьеру усилю. Ну, как бы я не люблю выбирать что-то одно. Ну, вообще сейчас где-то учишься? Да, на биотехнологах. Ну вот, а биотехнологом не хочешь в будущем быть? Возможно, тоже хочу. Возможно, просто хочу в этой сфере. Но не обязательно специалистом. Как тебя зовут? Алина. Алина, какие у тебя цели в жизни? Ну, самая главная цель, что это саморазвитие. То есть, в принципе, в любой сфере находить что-то интересное для себя, постоянно получать новые знания. Мне кажется, это приведет к большому успеху. Не важно, как заниматься. Знаешь, Тать, какие у тебя цели в жизни? Так сходу сложно ответить. Да, наверное, тем же, кем и есть, только более профессиональным и более высокооплачиваемым, так скажем. Я дизайнер ювелирный. Ну, наверное, что моя марка расширилась и стала больше. Ну, а семье не думали? Или уже есть? Или уже есть семья. Наташа, какие у тебя цели в жизни? Не зависеть ни от кого, добиться результатов в спорте и будущей профессии. А спорте каком? Конный спорт. Мария, какие у тебя цели в жизни? Ну, значит так. Квартира на 72-м этаже в центре Лос-Анджелеса с понравными окнами обязательно. Дальше прыгнуть с парашютом, покататься на болиде, освоить фехтование, барабаны, большой теннис. Покорить, нет, купить лошадь, купить мотоцикл Сузуки, ну и тому подобное. Ну, а вот о семье не задумывалась? Да как пойдет, так пойдет. Ну, я не получится, буду сильная независимая женщина в белом костюме на каблуках рассекать по центру Манхэттена. Как тебя зовут? Дарья. Строиться на работу и выжить. Это, наверное, самое главное пока что. Потом все остальное. Ну, на какую работу? Какая была бы идеальная? Реклама, пиар. Потому что это творческая работа и, ну, лично мне это интересно, поэтому это мой вывод. О семье думаем после 25. Привет. Привет. Как вас зовут? Карина. Лиза. Какие у вас цели в жизни? Наверное, как и у всех, построить успешную карьеру, завести семью. Это точно обычный. Ну, пока хотелось бы закончить обучение, возможно, продолжить его в другой стране, если это будет возможность в текущей ситуации путешествовать, изучать языки. Насчет семьи пока не знаю. Наверное, главное пока отучиться, построить у меня карьеру, а потом уже и не дальше. Борис, какие у тебя цели в жизни? У меня цель — находить цели по мере проживания жизни. Почаще находить цели, чтобы к ним стремиться. Да, универ закончить. Ну и в какой отрасли дальше реализовываться? Учусь вот в университете в государственном гуманитарном. Буду преподавателем русской литературы. А как вообще определились с этим, как решились на это? Просто как-то склонность почувствовал в каком-то возрасте, ближе к 11 классу и все, с тех пор. Хочу поехать в Нью-Йорк, это моя мечта. Все. А почему туда? Мне кажется, это одновременно похоже на Москву и не похоже нисколько. И вот эта амбивалентность меня привлекает. Как вас зовут? Валерий. Какие цели в жизни у вас? Мне 70 лет, у меня уже никаких целей в жизни нет. Ну вот кем себя видите лет через пять? Ну, их надо прожить еще. В моем возрасте их надо прожить. Не потому, что не хочется, а уже возможностей нет. Не грустно от таких мыслей? Грустно. И даже очень. Ну что делать? Так жизнь устроена. Человеческая. Привет. Привет. Как вас зовут? Меня Ира. Меня Маша. Кем вы видите себя, например, через пять лет? Может быть, семью хотелось, может, работу? Через пять лет точно, не знаю. Не привязано если ко времени какому-то, но семью точно бы хотелось найти себя в плане работы, наверное, да, очевидно. Типа не какое-то конкретное точное место, не там стопроцентно химиком-технологом. Просто учусь на химика. А почему не хотели быть вот химиком-технологом? Не знаю, так получилось, что мне не очень, не суперинтересно, наверное. Я понимаю, что всю жизнь я там не проработаю. Ну, бизнесом, может быть, хотели каким-нибудь заниматься. Но это не точно. В какой бы сфере бы открыли? Открыл. Бизнес бы открыли, в творческой делали бы, шмотки, наверное, какие-нибудь. О, да, можно шмотки или квесты делать. Может быть, путешествовать бы хотели, там, с парашюта прыгнуть. С парашютом очень хочу, да. Что-нибудь экстремальное. Мне подарили на заряжение сертификат. Я ногу повредила, палец сломала, не смогла воспользоваться. Как вас зовут? Юля, Ксения, Виктория. Какие у вас цели в жизни? Не умереть. Реотчислиться? Стать богатой миллиардершей. С розовым геликом, БМВ, ну и так далее. Ну, вообще, вот в какой отрасли хотели бы реализоваться после окончания? Экология, искусство. Ниша, Максим, Егор. Какие у вас цели в жизни? Много денег. Быть счастливым. Быть человеком, в первую очередь. Быть добрым человеком, быть счастливым. Задумывались, может быть, о семье, о карьере? Конечно, задумывались. Семья огромное значение имеет в жизни любого мужчины. Но при этом, если ты строишь семью, ты должен не забывать о карьере. Потому что карьера – это основание семьи. Потому что если у тебя нет денег, ты не сможешь просто-напросто содержать детей, содержать жену. Потому что я все-таки больше верю в патриархату, что больше должно зависеть от мужчины в семье. Жена должна быть именно содержать домашний быт, быть хранительницей очага. Я вот так считаю. Я в целом согласен абсолютно с Максимом. Но добавили, что это должно делать тебя счастливым. Потому что если ты несчастен с тем, с чем ты живешь, то ты с этим не живешь. То с этим существуешь. Конечно, поддерживаю. Но также хочу сказать, что, как по мне, семья не самое главное. Главное – это благополучие самого себя. Поэтому я готов в пользу себя отказаться от детей. По своей отрасли, если идти, то лучше всего строить бизнес. Как так или иначе. Потому что все-таки больше денег можно заработать, только если ты будешь работать сам на себя. А что за отрасли, если не секрет? Электроника, радиотехника, всякое такое. Привет. Как вас зовут? Даша. Настя. Какие у вас цели в жизни? Ну, хочется хорошую карьеру построить. Ну, семью, детишек, мужа хорошего. Ну, такие, банальные. Да. Отучиться, во-первых. Не отучиться, да. Работа хорошая и тоже семья, дети. Машину хочется классную, бэхо какую-нибудь. Ну, а работу в какой отрасли? Я бы хотела дизайнером быть графически. Мне бы бизнес хотелось какой-нибудь. Типа магазина, шоурума, что-то такое. Ну, а ты по поводу семьи сколько детей хотели бы? С нынешними ценами одного бы поднять. Как бы назвали? О, мне Ева нравится, если девочка и мальчик Матвей, например. Всеволод и Егор. Женское трудное найти. Вот Даша самое красивое имя вообще. Ты лучше не найдешь. А ребенка так нельзя называть. А кем ты видишь себя через пять лет? Наверное, я рассчитываю на то, что тем же самым человеком в принципе может быть работа, но надеюсь, что именно в социальном плане этого самым человеком останутся. Для меня важнее, наверное, не то, что семья. Ну, конечно, свою семью бы хотелось завести, но для меня больше всего важна эта карьера на самом деле. Ну, вот через лет пять кем себя видите? Через лет пять я вижу себя юристом. Пока не знаю точно в какой сфере, но скорее всего в сфере государственной службы, возможно, в частной правовой сфере, но это все зависит от того, как на магистратуре там все повернется и так далее. А лет через двадцать? Лет через двадцать. Какое-нибудь маленькое дело открою после этого или в адвокатуру уйду, потому что после государственной службы в внутренних органах скорее всего очень удобно уходить потом именно в адвокатскую деятельность, потому что уже знаешь, как работает вся система и уже достаточно будет проще в должности адвоката после должности, к примеру, в обвинительности. По поводу работы у меня нет определенных целей, просто чтобы работа была для меня интересной, чтобы я получал одни удовольствия. Вот работа закладчиком пойдет? Нет, это слишком опасно и неинтересно для меня совсем. Кем ты видишь себя через десять лет? Возможно, даже успешным каким-то предпринимателем, который счастлив и может посвящать больше времени своей семье. А через двадцать? Через двадцать, я думаю, так же. А через двадцать лет, например? Я настолько долго не загадываю. Ну, я скорее тактик, чем стратег. У меня нету какой-то долгосрочной такой перспективы. Ну, вообще, там, планируете семьей обзаводиться? Ну, на данном этапе жизни нет, но, я думаю, все к этому рано или поздно приходят. Вот, так что вполне возможно. Важнее карьера, а потом семья, естественно. До тридцати лет я не собираюсь рожать. Ну, а где конкретно хотели бы реализоваться? Ну, естественно, всю жизнь меня тянет в дизайн, поэтому в сфере дизайна, поэтому тут вообще без вариантов. В принципе, мне думать долго не пришлось, потому что я с шести лет в художке, и всю жизнь, наверное, в художке. Все время творю, пишу стихотворения, песни, рисую. Ну, а лет через пять кем себя видишь? Директором студии дизайна. А через двадцать? Не вижу себя через двадцать лет. Я могу думать только про конкретный момент, в котором я могу находиться сейчас. Типа, понятное дело, что как мы можем знать, что будет дальше, если мы уже сейчас задумываемся о том, что, типа, нас вообще ждет, непонятно вообще что. На будущее невозможно ничего предугадывать. Поэтому, касаемо настоящего, наверное, единственное, что развиваться в тех сферах, в которых мы все стараемся развиваться. Ну, а кем видишь себя лет через пять? Мамой. Как детей назовете? Девочку Оливия, а мальчика не знаю, потому что больше хочет девочку. Ну, а лет через двадцать кем себя видите? Сложно в долгой перспективе. Просто хорошим человеком, довольна своей жизнью. Нобелевскую премию может получить? Нет, не хочу Нобелевскую премию. Лет через двадцать обеспеченным таким серьезным молодым человеком, женой и несколько пары детей. Кем ты себя видишь лет через пять? Если я окончу университет, то я буду работать в профессии. Я химик-инженер, ядерщик. Но вообще я люблю химию, и я занимаюсь репетиторством, поэтому в этой сфере тоже можно развиваться. Хорошо, возможно, преподавать репетитор. Ну, о семье не думаешь? Тоже почему нет, но я считаю, что сначала нужно как-то устояться в жизни, иметь заработок стабильный, и уже тогда думать об этом. Ну, вот лет через двадцать кем себя видите? Боишь что? Не хочу отвечать на этот вопрос. Наверное, все классно будет лет через двадцать лет. Ну вот кем видите вообще себя через пять лет? Хорошим психологом. А лет через двадцать? Хорошей мамой и хорошим психологом. Сколько детей? Один. Как ты назовёшь? Один. Девочка будет Скайлер. Мальчик, не знаю, я не планирую мальчика. Я хочу девочку. Ну, а лет через пять кем себя видишь? Профайлером. Это человек, который по невербальному признаку может распознать ложь и, в принципе, спрогнозировать какой-то психотип и дальнейшее поведение человека. Ну, это тоже отрасль психолога, только более углублённая. А лет через двадцать? Хорошей женщиной, состоявшейся боссом этой жизни. Счастливый. Президентом России не хотели быть. Нет, спасибо. Самое интересное, это путешествие по миру, я считаю. Поэтому путешествовать — это класс, но пока что это невозможно. Такой семьи, какой ты хочешь, но... Ну, вообще, что важнее? Это семья или работа? Мне кажется, что, типа, каждый для себя сам решает, но в жизни как-то должно всё быть распределённо. Ну, лично для вас. Диаграмма, где всё поделено, типа... А, мы дельные равные сектора. Да, да, да. Ну, типа, важно и то, и другое, просто вопрос, где ты больше готов отдавать, туда откладывался. А кем себя видите лет через пять? Художником. Магистром и издающимся научным исследователем. Либо магистром, либо какой-либо компанией экологической, скажем. А лет через двадцать? Учёным, преподавателем в вузе, ну, то есть профессором. И, скорее всего, какой-нибудь важной шишкой в России в сфере... Президентом? ...окружающей стадии. Классная женщина, которая вот сидит дома. Девочки, суши будем кушать, винище там. У меня тут парень не принёс денег с работы. Ну, и как там, шпицик такой вот ещё какой-нибудь дурацкий. Страиваю свои выставки с мультштуком. Там стою, затираю что-то о том, что это очень классные картины. Покупайте за много-много миллионов евро. Что? Я хочу работать в ВВФ, главой ВВФ. О, что такое? Экологическая организация. Да, экологическая организация. Ну, а о семье вообще не задумываетесь? Нет. Нет? Да. Хочу мужа. Нет, я не хочу мужа, но, может быть, молодого человека. А дети? Нет. Да, никаких детей. Сколько штук? Ну, два, наверное, больше не будешь. Мне нравится имя, наверное, Ева. Там должен быть мальчик-девочка, либо две девочки. Ну, да, мы Ева. Вот, а как бы имена уже надо с мужем обсуждать. Вот, хочу выйти замуж за своего парня, наверное. Ну, а лет через пять где себя видите? Хорошо, если на том же месте. Понятное дело, что через, после обучения мы через два года, ну, надо будет какие-нибудь финансовые себе фундамент построить, чтобы уже с этого начинать свою деятельность. А лет через двадцать? Лет через двадцать уже сложнее смотреть, конечно, но все-таки хотелось бы иметь семью, так или иначе детей, как бы, желательно бизнес какой-нибудь себе заиметь, чтобы зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать себя, детей. И так или иначе на какую-нибудь можно там на отдых съездить, либо так просто погулять. Ну, потому что главное в жизни человека это жить, а не существовать.